Здравствуйте, дорогие наши ученики, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители. Поздравляю вас, что вы шаг за шагом растете, приобрели этот тренинг, как найти свою сильную сторону. Вот этот тренинг, особенный тренинг среди всех тренингов, которые я разработал. Цель этого тренинга в том, чтобы человек смог найти тот талант, который Богом дано. У каждого человека Богом дано особенный талант. У кого-то развит, скажем, талант быть оратором, у кого-то быть учителем, у кого-то врачом, у кого-то быть архитектором. Но очень важно, чтобы вы нашли свою сильную сторону и раскрыли, развивали себя как творчество. Цель этого тренинга, чтобы по окончании этого тренинга вы поняли, чем надо заниматься, чтобы у вас появлялся четкий план, цель жизни. Конкретно вы видели точку B. Точка B означает, что конца своей жизни, где вы хотите быть. И очень важно, чтобы вы поняли, к чему способен ваш потенциал, в чем заключается. И какие навыки вам надо развивать, чтобы этот потенциал раскрыть. Одним словом, чтобы вы были реализованным человеком. Продуктом этого тренинга, через несколько времени, чтобы вы могли свою жизнь продуктивнее использовать, чтобы вы были реализованным человеком. Я считаю, что эта жизнь, в которой мы с вами живем, это всего лишь коридор. Это находится коридор, в котором мы в этом должны создавать этот свой мир и тот мир, можно сказать. И самое важное, чтобы мы реализовали себя, реализовали себя как личность, и как отец, как мат, как человек, как профессионал. Когда человек реализует себя, он обязательно будет жить состоятельно, финансово и так далее. Он не может бедно жить. Потому что, если посмотреть историю, все люди, которые остались в истории, все люди, которые развиты, талантливы и так далее, в любом сфере, это хоть артист, хоть музыкант, хоть инженер, хоть изобретатель, хоть ученый, они, даже хода религиозные дети и так далее, они никогда бедны не жили. Они все жили состоятельно. И поэтому я уверенно могу сказать, с полной гордостью, уверенно могу сказать, что этот тренинг является один из основных тренинг, который, по большому счету, это смысл нашей жизни. Мы в этом мире, чтобы быть реализованными, добиться что-то. Мы в этом мире ради этого живем, чтобы как-то не будут реализовать себя и так далее. Чтобы полноценной, счастливой жизнью жить. Если вы хорошо усваиваете этот тренинг, практикуете, используете, вы можете полноценной жизнью прожить и быть реализованным человеком. Вот, что вас ожидает по окончании этого тренинга. Поэтому обязательно конспектируйте то, что я рассказываю, делайте то, что я буду говорить. И тогда у вас будут однозначно замечательные результаты. Много людей благодарят после этого тренинга. После этого тренинга огромное количество людей находит себя. По большому счету я делюсь с вами тот опыт, который за 22 года я накопил. Изучение, обучение людей, изучение людей. Я же тоже учусь. Я постоянно учусь у своих слушателей. Провожу исследования, провожу факты, сравниваю закономерности и так далее. Это бесконечная, постоянная работа над развитием потенциала человека. Я это делаю почти день и ночь, получается, сколько-то лет. И в связи с этим это только 22 года, как я преподаю и так далее. Кроме того, что я сколько-то лет учился у наставника. Мне было 8 лет, когда мама отдала наставнику. Я видел, как мой наставник консультирует людей, как он советует, как он направляет. Все эти вещи накопилось в сознании. И в итоге появилась такая база, на которой я очень много работал, чтобы понять. Понятно, потому что это такой большой жирный вопрос у многих людей, к чему я способен. Дорогие мои, я читаю, что если человек уходит из этой жизни, так и не поняв, кем он есть, что он мог бы делать, кем он мог бы стать. Это самая большая трагедия. Самая большая трагедия, если человек уходит из жизни нереализованными, так и не поняв, к чему он способен. Самая большая трагедия, если человек уйдет из этого мира и так и не успел реализовать себя. У меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, люди живут так, как мечтали или так, как получается? Большинство людей живут так, как получается. А почему? А в детстве они мечтали так жить? Скорее нет. Вы согласны с этим? Скорее нет. Второй мой вопрос. Вы хоть разу встретили ребенка, который сказал бы вам, я мечтаю вырасти, оставаться бедным. Я мечтаю вырасти, стать никем. Я мечтаю вырасти, развестись и так далее, в одиночке жить. Вы хоть разу встретили такого ребенка или школьника, который сказал бы вам, я уверен, что я вырасту, стану неудачником? Скорее всего, нет. Часто в молодости все люди мечтают, что вырастут, стану успешным, стану известным, стану состоятельным, стану счастливым и так далее, и так далее. Согласны? А в реальной жизни, в реальной жизни большинство потом живет так, как мечтали в детстве? Или как получается? Скорее всего, как получается. Почему? Значит, между детством и взрослой жизнью что-то с ними происходит. Вот именно этого вы поймете в этом тренинге и управляйте, контролюйте и сделайте. Добро пожаловать в мир реализованных людей. С чем я вас очень сильно поздравляю. Могу вам сказать, что 2% люди такие, как вы. 98% люди спящие. 2% люди такие, как вы, потому что люди такие, как вы, покой не могут найти. Потому что вы в глубине души знаете, что вы способны к большему. Вы в глубине своей души чувствуете, что вы не все свой потенциал в данный момент используете. Вы чувствуете, что вы намного умнее, чем вы думаете. Поэтому вы в этом тренинге, поэтому вы приобрели этот курс. Я уверен. 2% люди у них внутри горят, внутри огонь. Они у них внутри постоянно много энергии жизни стремятся. 98% людей им наплевать на себя. И им все равно, лишь бы пожрать, либо поспать, либо просто заниматься любовью, детей рожать. И все, все то, что они умеют делать. Они даже не думают о том, кем они могли бы стать. К сожалению, так. Поэтому я с чем поздравляю вас. Вы относитесь в это 2% людей, которые хотят чего-то изменить в этом мире. Поэтому вы приобрели этот тренинг. Это тренинг для сильных людей. Я убежден в этом. Открывайте себе тетрадь и напишите цель приобретения этого курса. Почему вы хотите учиться этому? Какова ваша цель? Когда у вас цель написана на бумаге, ваш мозг в протяжении этого тренинга ищет выход. Ваш мозг в протяжении этого тренинга будет постоянно искать. Постоянно будут искать ответы на те вопросы, которые вы написали. И поэтому вы, когда пишите цель, ваше сознание определится уже. Я не хочу, чтобы просто вы были хорошим зрителем. Просто плеть платили, чтобы в концерте посмотрели. Или платили, чтобы просто слушать этот урок. Нет. У вас должна быть конкретная цель. Что-то должно принести изменение в вашей жизни. Поэтому в обязательном порядке на бумаге формируйте цель. Хотя бы 3-5 пунктов. Хотя бы несколько пунктов. С какой целью вы пробрели этот тренинг. Если вы уже формировали свою цель, пойдемте дальше. У меня к вам такой вопрос. В 10-бальной шкале. Просто возьмите в 10-бальной шкале. Насколько вы себя чувствуете реализованным? Или 100%? Если по процентам и за 100%. Сколько процентов вы себя чувствуете реализованным? Пишите на бумаге. Это важно. Это даст вам точка А. Это даст вам, где вы сейчас находитесь. Конечно, тяжело это измерять. Я это понимаю. Но приблизительно внутри себя вы все равно чувствуете, что ваш потенциал намного больше или меньше и так далее. Вы это все равно чувствуете. Сколько процентов вы себя чувствуете реализованными? Если везде шкалы 100%. Или если 10-бальной шкале берет. Сколько баллов дадите себе в вашей реализованности? Я могу вам сказать за счет себя. Я испытываю, что где-то в районе 5-10% я реализовал себя. Еще огромный потенциал у меня, который нужно развивать. Хотя так многие вещи я сделал, но когда мне было 15 лет, я расписал стратегию своей жизни за 100 лет. 83-85% из этой стратегии реализовалось, когда мне было 33-35 лет. Тогда я написал новую стратегию своей жизни. И вы научитесь до конца этого урока, как это писать. И тогда у меня появилось новое. Я когда видел, что многие эти вещи я добился, я написал дальше. В протяжении этого тренинга я буду поподробно потом рассказать вам. Этот момент наступит. И это давал хорошую возможность изменить свою жизнь и достигать большего. Поэтому от того, что я постоянно корректирую, напишу, совершенствую, добавляю, как и какие-то пункты, стратегии своей жизни. На данный момент от 5 до 10% я чувствую стопроцентной этой шкале. Видите, что так много надо делать, так много вещей надо добиться во многих параметрах. Насколько вы себя чувствуете реализованными? Пишите цифрами. По вашему мнению, на сколько процентов вы используете свой умный талант? Ваш чек или ваш доход ежемесячный, это показатель вашего ума? Или вы намного умнее человек? Ваше качество жизни, в которой вы сейчас живете, это максимум ваш показатель умственного развития? Или вы намного умнее человек? Тот умение, которое вы сейчас используете в жизни, это максимум вашего таланта? Или вы еще можете что-то? Поэтому пишите 100% на это, на сколько процентов вы свой талант или ум используете в данный момент. Пишите этого. Каково же ваше предназначение? Вот это самый важный вопрос. Удалось ли вам найти свое предназначение? Когда человеку удается найти свое предназначение, он действительно чувствует счастье. Поверьте моим словам, я нашел свое предназначение, я хороший наставник. И откуда я это понял? Я понял, что многим людям, которые я давал знания, они благодарят. Многим людям, которые я давал знания, они постоянно благодарят, постоянно со временем, год за годом, год за годом они реализуются. Они достигают цели, они возвращаются, приходят к мне, искренне благодарят за это. Вы знаете, самое интересное, те, кому я знания давал, они благодарят. А тому, кому деньги отдал, они недовольны. Они меня обвиняют. Не могу понять, почему. Я давал им многим, помогал деньгами, но мало кто благодарен. Теперь я пришел к пониманию, что значит, мне надо просто давать знания. И к тому же я заметил, что мне удается донести до людей, раскрывать их талант. Встреча со мной, люди меняются. И поэтому я понял, это мое предназначение. Я просто очень хотел много добрых дел делать в мире. И потом я понял, что я сам один так много не успею. И сам лучшая стратегия, лучше обучать многих учеников. И, соответственно, через их рук я могу сделать больше добро в этом мире. Я хотел создать свою благотворительную организацию. Я просто нашел три благотворительные организации и научил их как десятикратно увеличиваться. Я так понял, что так я еще большего добьюсь. Я хотел создать 100 компаний в своей бизнесе. Параллельно, когда делюсь своей компанией, ставил перед собой цель 100 учеников довести до миллионера. И тогда еще больше успеха. Я выбрал такую стратегию. Поэтому я понял, мое предназначение через наставничество. А кто-то свое предназначение видит через изобретение. Он изобретает лекарства или что-то. Кто-то видит свое предназначение через то, что политика пойдет, станет мэр городом, что-то улучшает в городе, для народа делает. Кто-то видит, что станет депутатом. Кто-то видит, что религиозный деятель. Кто-то видит, что писатель. Кто-то видит, что стихи читает, кто пишет. Кто-то видит, что он художник. А кто-то видит, что он просто суперповар. Он становится хорошим поваром. И принесет в области кулинарии что-то колоссальное. Кто-то в области дизайнера. Кто-то в области инженерия. Кто-то в области, скажем, медицины и так далее. Кто-то в области журналистика. Понимаете, в любом сфере, абсолютно в любом сфере нашим миром нуждается профессионалами.